так добрый вечер всем добрый вечер 19.00 и я в эфире я сегодня вещаю на два устройства у нас эфир параллельно идет в вк и в инстаграм поэтому глаза у меня будут туда-сюда не смущайтесь буду стараться уделить внимание всем 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 ну что как ваши дела сразу предупреждаю комментарии отключили потому что тема у нас сегодня будет важная и но отключим когда начнем общаться непосредственно по контенту и тема сегодня важная поэтому чтобы меня комментарии не отвлекали когда основная будет части они будут выключены сейчас хотела у вас узнать как ваши дела скучали я очень скучала по повышению по прямым эфиром скучала по вебинарам рассказывайте что у вас за это время произошло пока вы там пишите я тоже скажу мы закончили в марте последний набор на курс революция стройности этого сезона майский курс здоровья у нас тоже завершился поэтому летом у нас не будет программ по снижению веса но будет будут немножечко другие образовательно-познавательные активности вот поэтому я думаю что со всеми пообщаемся еще в течение нескольких летних месяцев так вижу много знакомых аватарок присоединяется в инстаграм всех 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 рада видеть и сейчас посмотрю что у нас там делается в к в к мне надо обновляться будет сегодня будем говорить о диагностике дефицитов это очень интересная тема о том как тело язык тела так скажем до язык нашего организма может с нами говорить и рассказывать о каких-то неполадках не неприятностях которые дефицитах до которые мы можем как научу вас опытных диагностов понимать сигналы вашего тела так вижу века тоже активничает здорово девочки всех рада видеть хорошо и у кого-то если будет там зависать подвисать пожалуйста просто обновляйте страничку переключайте перезагружайте устройство иногда так бывает ну что ж буквально вот еще минуточка и мы начнем наш основной выключила комментарии в instagram и сдвинула комментарии в к и попросила отключить ну что ж контентную часть так сразу сразу буквально делу без всяких там предисловий почему потому что реальной информации будет много для кого-то она будет кто-то был в прошлом году на подобном мероприятии кто-то услышит об этом впервые кто смотрит с телефоном я хочу сказать что какие-то вещи возможно будут для вас мелковат информацию там у меня такие есть мелкие таблички я после эфира продублирую в телеграм-канал ссылка на телеграм-канал у нас есть в instagram в описании профиля так ну что поехали значит когда мы приходим к на прием к врачу помимо где у вас боль врач опыт грамотный врач должен обязательно спросить ну посмотреть вас дать сделать визуальный осмотр пациента посмотреть в каком состоянии находятся волосы с кожными покровами в каком состоянии ногти как выглядят слизистые для того чтобы комплексно иметь представление о состоянии организма и если вы имеете какие-то определенные жалобы симптомы то и наш организм тоже сигнализирует нам об этом с помощью различных состояний кожи волос ногтей и когда-то очень очень давно я вот в теме нетрадиционной так скажем медицины и традиционной китайской медицины началось это все мне 16 лет назад момент рождения моего старшего ребенка и когда я столкнулась традиционной китайской медициной до меня очень очень тогда удивлял вот этот вот способ постановки диагноза по языку я тогда воспринимала это просто какое-то шарлатанство и не могла поверить что действительно врач посмотрев просто язык чупов пульс посмотреть на пальцы практически верно мог определить что с пациентом происходит вот и мои девчонки которые обретали вебинары о желчном которые были на полном курсе здоровья да мы разбирая тему желча тока разбирая тему кишечника а вот помнят и знают о том что у нас есть такие состояния как белый налет на языке да или желтый налет на языке и это нам посмотрев на свой язык мы можем сказать о проблемах работы допустим с желчным пузырем и печенью если желтый налет и белый налет говорит о проблемах в кишечнике о это симптом от один из симптомов избыточного бактериального роста так вот кроме того вид языка он нам также скажет о состоянии щитовидной железы можно посмотреть до увидеть сердце увидеть состояние желудка и определить нехватку определенных витаминов поэтому не только лабораторными анализами мы можем оперировать до постановки диагноза но и смотреть как раз вот на эти симптомы так и хочу сказать что состояние вот именно состояние и симптомы наше самочувствие и симптомы они всегда первичны потому что нас лабораторные анализы они бывают отстают на несколько месяцев а может быть и даже лет если мы допустим говорим о таком состоянии как гипотериоз то есть сниженная функция щитовидной железы она развивается достаточно длительно да и все начинается там станет гипотериоза и мы по анализам еще не видим вот этих вот изменений но и пациента его симптомы уже начинают говорить о том что процесс негативный так скажем пошел вот и мы женщины мы часто очень определяем претензии до своим внешнему виду и как раз для нас индикатором того что в организме что-то идет не так является состояние волос состояние нашей кожи ногтей и уже вот именно по этим трем мы сегодня будем с вами разбирать волосы кожи и ногти мы по ним можем определить дефициты значит что я еще хотел сказать отключила комменты до обратную связь будем давать и брать с помощью лайков то есть так мне будет понятно заходит информация не заходит все ли вам доступно для понимания и так далее итак начинаем с головы и первый слайдик сейчас я в инстаграме включаю тоже презентацию вот это истончение выпадения волос о каких дефицитах нам может говорить вот это состояние но первое то есть это сниженная функция щитовидной железы но это не причина это следствие следствие потому что гипотариоз у нас развивается состояние недостатка белка низкой кислотности желудка и дефициты которые после этого следует то есть изначально да у нас идет низкая кислотность желудка которая вливается ну и плюс параллельно многие недоедают белка и или он плохо усваивается и это все ведет к тому что у нас из пищи и из витамино-минеральных комплексов которые мы получаем принимаем не усваиваются витамины такие нужные нам для щитовидной работы железы это магний это железо это силен это йод очень многие думают что щитовидка это только йод чуть больше думают что это йод плюс селен но это комплексная проблема да это еще и цинк очень важный витамин b2 b5 биотин то есть большой не видите список анализов список дефицитов которые мы можем иметь причиной выпадения и истончения волос вот сейчас в условиях планды и так скажем да вот после того схлынули волны к вид это вообще повсеместно и очень частая проблема практически каждый ну а может быть каждый второй кто перенес к вид через некоторое время сталкиваются с очень сильным волосопадом в данном случае это последствия вируса но почему так опять таки происходит да потому что за время болезни организм очень сильно расходует наши внутренние запасы он истощает свои резервы и бьет вирус по так скажем слабым местам у кого-то это допустим желудок снижается еще сильнее у кого-то печник еще больше начинает становиться но так скажем не совсем здоровым да и плюс само по себе заболевание это стрессовый фактор на стресс у нас тоже очень сильно реагируют волосы на фоне стресса также сильно истощается щитовидка и в итоге мы видим что вот комплекс на вот из-за этих проблем я просто хочу вам дать понять в очередной раз что организм это у нас очень цельная система где одно цепляется за другое и одно без два но никто не работает а является такой цепной реакцией и вот механизм тереволос после вируса он тоже очень схож с дефицитными состояниями поэтому мы должны восполнять дефициты вот как минимум этих элементов которые у вас сейчас на слайде вы видите плюс обязательно работаем с повышением кислотности и с обеспечением достаточно места и своего рациона белком сидим мясо не абы какое нормальное красное мясо так что и еще у нас да вот по поводу питания многие жалуются то что у меня и раньше было не очень хорошо с волосами так вот ребята вот это вот состояние раньше это скорее всего да и до иду вирусов там и с рождения очень жиденькие тоненькие так вот а проблема то в том что большинство из вас из детства не переносят красное мясо до едят там курочку ну вот я я постоянно вижу это в комментариях и постоянно вижу это в обратной связи которую вы мне даете что у меня вообще у меня тошнит от говядины и этого если если я там курицы немножечко съем это хорошо но так и при этом вы хотите густую шевелюр так не бывает почему мы должны делать упор на красное мясо потому что это самое нутриционно плотное мясо и красное мясо здесь богато цинком вот я вам сказала да что цинк дефицит по цинку в том числе проблема с волосами вообще а не только с волосами для кожи а также очень актуален дефицит цинка и для иммунной системы поэтому обязательно обязательно нормальные продукты плюс нормальная кислотность чтобы все усваивалось потому что многие минералы если мы говорим о том же кальций да о том же железе а магний в какой-то части они зависят витамин b12 они зависят от кислой среды желудка то есть они должны быть обработаны кислотой для того чтобы распаковаться так скажем и всосаться встроиться туда куда им надо вот вторая частая по чистоте причина выпадения волос это вид дефицит витаминов группы b особенно у них рано у нас слайдик поменялся да особенно витаминов группу b особенно витамин b2 и витамин b5 и частично биотин биотин он не столько участвует в построении волос сколько он входит в состав кератиновой оболочки то есть оболочки самой самого волоса вот поэтому дефицит вот этих витаминов группы b приводит к проблемам с волосами смотрите вот теперь подошло время к следующему слайду это там у нас выпадали а теперь они у нас пусклы и сухие и жизненные почему такое происходит потому что это дефицит жирорастворимых витаминов витамина а витамина е и поле ненасыщенных жирных кислот но возникают эти дефициты не только от того что вы допустим не едите продукты которые содержат эти витамины а в первую очередь от плохой работы желчного пузыря именно потому что желч желчный пузырь отвечает за усвоение жирорастворимых витаминов а и е которые как раз таки обеспечивают нам вот этот красивый блеск да вот эти вот переливы и когда вы будете работать в направлении прорабатывая свой желчный пузырь то в итоге вы увидите что состояние и волос и кожи она гораздо гораздо улучшится опять-таки вот если мы говорили о том что в пост к виде да очень многих посыпались волосы то проблема желча током это практически но тут у каждой первым то есть мы когда начинаем на моду здоровья на курсе начиная с анализов я прошу сходить на узи сделать здесь желчного пузыря они потом говорят боже мой я прожила там 40 45 лет и вдруг у меня обнаружили когда такого не было и вот вот хорошо в инстаграме поэтому я вам крайне рекомендую свой желчный пузырь прорабатывать почаще холите лейт и работать в направлении того чтобы он у вас работал правильно как писты и желчи там не застаивался так ну и давайте вот у нас следующий пункт который укажет на проблемы с волосами это посидение то мы можем увидеть тут в посидении о чем нам это скажет что это может быть нехватками и цинка эти два элемента они участвуют в синтезе и обмене красящего пигмента меланина как в коже так и в волосах это первый момент а второй момент если у вас есть раннее посидение преждевременное посидение то у вас есть проблемы с гипометилированием это в общем это скорее всего генетическая мутация которая встречает встречается популяции достаточно часто у 40 процентов населения может быть сломан ген либо полностью ген сломан выключен либо половинка этого гена не работает и в результате того что не хватает вот метильных групп происходит накопление перекиси водорода и вот такое обесцвечивание да мы когда волосы красим на их сначала перекисью как бы обратно обрабатываем для того чтобы пигмент разрушить а потом уже наносим краску так я по моему зависла в зуме давайте сейчас нет все нормально а а это у меня выка немножечко подвис в общем когда мы красим волосы да мы сначала обесцвечиваем а потом наносим новый пигмент и он впитывается в волос вот то же самое примерно происходит у тех людей у кого есть гипометилирование накопление перекиси водорода ведет к вот таким процессом я кстати очень много кейсов на английском языке читала о том что когда люди начинают есть красное мясо когда они восполняют дефицит витаминов b и b12 у них проходит седина а почему еще да потому что в красном мясе содержится цистин это аминокислота которая помогает нам наладить метилирование работая с вот излишним накоплением перекиси водорода это разно и содержит мин b12 эти за скриньте пожалуйста вот эти вот файлики себе для того чтобы но примерно понимать в какую сторону копать что у нас что у нас дальше вот что я еще хотела сказать что если у вас есть темы с ранней сединой и у многих допустим этой семейной истории у меня вот у супруга мама тоже его рассказ говорит что я тоже очень рано стала сидеть муж у меня в 35 лет у него уже было очень много седых волос так вот это как раз таки семейная история гипометилирование и я вам крайне рекомендую сдать анализ на гомоцистеин так и называется вот и посмотрите вон уровень норма по гомоцистеину должна быть меньше семьи в идеале в районе шести от пяти до шести вот и если он у вас выше то возможно у вас есть проблемы с активация витаминов группы b да и с что там нет моменты поэтому вот витамины группы b в активной форме это будет ваша постоянная поддержка и забота о себе сейчас я переключу на файлик вот такой подытоживаешь слишком мелко видно но будет ссылка на эти файлы потом размещена в телеграме это обобщающий файл да где я все вот это вот собрала вместе чтобы наглядно у вас тоже осталось и можно было бы допустим посмотреть дайте пожалуйста обратную связь понимаете успеваете все ли понятно из того что я говорю потому что говорю я достаточно быстро действительно информация важная информации много чтобы нам постараться уложиться в отведенное время чтобы фирз нормально записался и не завис не повис вижу ложечки в кой ложечки все потому что смотрю выхватила взглядом следующий там у нас будет пункт про ложкообразные ногти сердечки ваши вижу спасибо большое instagram что как у вас все ли понятно тоже вижу сердечки все здорово хорошо молодцы запись будет постараемся сделать да вот сейчас сдвинула и читаю комментарии по поводу как обычно будет ли запись эфира до постараемся сделать если ничего не случится но с волосами в целом закончили да давайте переходим к коже и с кожей у нас сухость зудящая кожа шелушащаяся кожа и такое состояние как ксироз это называется по-научному ксироз а ну здесь я уже сказала да в самом начале о том что проблемы кожи очень часто у нас сигнал работы плохой работы желчного пузыря также вот такая вот кожа остро реагирует на смену температуры снижена выработка кожного сала и здесь причина да опять-таки витамины а витамин е полиненасыщенные жирные кислоты те которые зависят у нас от желчи витамины группы b частично тоже в красоте кожи принимает внимание цинк многие там кто в подростковом возрасте допустим толкнулся с акне с прощами речи лечились либо ретиноевыми какими-то мазями мазями с большим содержанием витамина а ретинол либо цинковые были всякие примочки точечные и так далее и там полностью крем на все лицо вот это все хорошо очень работает но это надо понимать да это такая ну просто как подорожник на ранку мы прикладываем потому что если причина в желчном пузыре либо причина нехватки того же цинка кислотности желудка то это все не очень помог если говорить про внешние причины у нас может быть излишек излишней инсоляции то есть излишек солнца ультрафиолетовое излучение загар солярий очень часто вот страдают да солярий зависимые дамочки сухостью кожи низкая влажность воздуха для жителей россии это очень актуально особенно когда у нас наступает отопительность если он центральное отопление очень сильно сушит поэтому используйте пожалуйста увлажнитель воздуха и излишняя химия на коже вот я вас предостерегаю от каждодневного мытья с мочалкой и с мылом использование каждодневное использование гели для душа это все усугубляет проблемы ксироза и также хлорированная вода в бассейне то есть после бассейна мы прям сразу не не через какое-то время приехав домой принимаем душа вот прямо сразу споласкиваемся для того чтобы смыть излишек этого хлора вот что по поводу гигиены да многие скажут о том что ну как же гели для душа вот я так вкусно пахну по телевизору их рекламируют и тем более да если вы каждый день там вся мочалкой трете пеленгуете делаете всякие скрабы очень часто это очень сильно повреждает наш верхний слой мы смываем гели для душа и мыло агрессивные там вещества они смывают защитный вот этот вот слой который состоит из кожного сала не надо намываться до скрипты так скажем чтобы все скрипела достаточно для здорового человека достаточно применять мочалку один раз в неделю ну чтобы слегка так спилинговать верхний слой я вам гарантирую сто процентов что кожа вам скажет просто спасибо просто оставьте какие-то там для особо пахнущих мест может быть местно до подмышки там еще что-то с мылом помыли да там где у нас идет интенсивное потоотделение где у нас может быть интенсивное размножение бактерий но только не с антибактериальным обычное мыло остальное мы просто споласкиваем обычной водой и поводу рекламы и покупки гелия для душа да что нам уверяет что кожа моя увлажнена и я вот такая вот красотка и свежесть целый день так вот я хочу сказать что свежесть целый день она будет на здоровом теле в любом случае если человек здоров а если у него нет токсинов шлаков если его лимфатическая система работает на ура как часы хорошо он не будет пахнуть даже если он вспотел то есть он вспотел принял душ и он нормальный вот эти все дезодоранты и гельчики это все не решает проблему до маскирует почему нам это все рекламируют ну потому что это бизнес это задача бизнеса продавать следующий у нас следующая проблема это фолликулярный кератоз очень многие с ним сталкиваются и в детском возрасте я вот у детей очень часто это вижу это опять-таки плохая работа желчного пузыря и дефицит витамина а в первую очередь это основной основная причина и косвенно это паразитоз почему здесь гипооцидность потому что дефицит цинка в том числе от гипооцидности развивается что я хотела сказать по поводу витамина значит витамина это тот витамин который участвует в регенерации кожи и цинк тоже у него есть вот подобное действие как у витамином а и вообще они между собой два так скажем брата акробата они друг друга очень любят очень тесно связанные есть и витамин а усваивается лучше с цинком а цинк усваивается лучше с витамином а потому что у них там ферменты друг друг с другом тропный вот и их надо прям вот вместе любите и принимать а критически важен для обновления кожи я уже сказал и иммунитета в том числе особенно иммунитета слизистых при первых соплях каких-то там непонятных проявлениях простуды прием витамина а помогает выработке иммуноглобулинов а то есть это вот первой линии защиты от вирусов имейте это ввиду ну и что конечно же добиваемся работу хорош хорошую работу добиваемся добиваемся хорошей работы желчного пузыря тороплюсь простите с окончаниями не всегда получается подружиться а для того чтобы витамин а который мы можем получать из пищи да и должны получать его из пищи пищевых источников его достаточно для того чтобы он хорошо усваивался так следующая проблема очень болючая вот девочки особенно часто с ней сталкиваются и знают насколько это неприятно бывает это вросшие волосы после депиляции или после я причем врастание полу появляя получается такое рыбами да и когда этот нарыв скрываешь там такой тоненький тоненький вот такой скрученный прямо вот как папоротник бывает такой скрученный волосочек и это острый но нет не у не острый яркий вот яркий будет более подходящее слово яркий пример дефицита витамина c и параллельно дефицит витамина витамина потому что я уже сказала витамина у нас участвует в обновление эпителия когда его не хватает то эпителий не слущивается вот это вот роговой такой корковый слой становится очень толстый становится трудно пробиваемый для новых волос и плюс когда есть проблема с витамина витамином c вот волосы они не могут расти нормально прямо вот такая вот история поэтому добавляйте в свой рацион витамин c для того чтобы у вас есть проблема с вашими волосами помню это коне я прям вот мучилась этой проблемой лимоны не ремонт и но там всякие апельсины мандарины грейпфруты до зеленые яблоки это все было в моем рационе каждодневно постоянно накета я это не ем вместо этого стала употреблять квашеную капусту правильный хороший витамин c и нет никаких вообще в растающих волос и кожа замечательная я забыла про это так что по поводу витамина c было много вопросов откуда его как его брать если не из лимонов да я уже сказала о том что у нас есть овощи и у нас есть витамин c в правильной форме это аскорбат натрия или аскорбат кальция или аскорбат магния это современная биодоступная очень хорошая форма которая не требует не раздражает слизистую желудка и подходит практически всем и еще вот классный класс витамин c именно в этой форме форме аскорбата натрия она защищает наши почки от образования камней иска ощелачивает ph мочи и выводит песок не дает образовываться камня то есть вот в теме витаминов у нас много очень много нюансов как положительных так и могут быть отрицательные моменты ну что двигаемся дальше давайте я сейчас и поговорим о такой проблеме как акне я на самом деле не знаю как правильно акт или акне ну вот мне как-то на слух больше ложится акне поэтому простите меня если вдруг не по правилам но я буду говорить так а хотя искала до искала я в словарях и вроде как допускается оба варианта ну что ж ну кто был в подростковом возрасте столкнулся с этой проблемой не всем так повезло и прыщи и акне продолжают преследовать и в пожилом ну уже более не то что пожилом до в более старшем возрасте вроде как бы и 30 лет там 35 40 а все равно как прыщавый подросток что у нас происходит у нас происходит повышенное производство кожного сала за куборкой протока это приводит к воспалению я что хочу сказать что очень частая проблема возрастного это инсулинорезистентность то есть гормональные дисбалансы вот если говорят подростки у них гормоны все устаканится и все пройдет так вот у подростков у них тоже инсулинорезистентности бывает такая что я видела некоторые анализы и хочу сказать что даже диабетика подростки иногда дадут фору в плане показатели инсулино инсулинорезистентности поэтому гормональный дисбаланс это не только вопрос к допустим половым гормонам которые там скачут у подростков это еще и к инсулину тоже неправильное питание это избыток углеводов ведет у нас к образованию инсулинорезистентности вот ну и что у нас еще дефицит конечно же витаминов а и селена витамина b6 и цинка про витамин b6 я что хотела вам сказать вот такую вот очень интересную штучку что витамин b6 и особенно это касается женщин девушек с циклом вы меня поймете да есть такая проблема допустим во второй половине цикла ближе к началу менструации мы сталкиваемся с какими-то непонятными высыпаниями на лице прыщики и допустим у молодых девочек подростков у них прямо вот все лицо может обсыпать о чем это говорит это как раз таки говорит о дефиците витамина c почему потому что меняет меняется гормональный баланс баланс гормонов и на погашение определенных гормонов у нас расходуется очень много витамина c 5 альфа редуктаз такой вот сложный фермент который должен быть обезврежен с помощью витамина не цель с помощью витамина b6 вот и поэтому 5 альфа редуктазы в этот период становится больше витамина 6 не хватает и мы имеем прыщи на лице поэтому активно добавляйте если у вас есть такая проблема во второй половине цикла витамин b6 магний b6 хотя бы да и посмотрите насколько станет лучше и цинк тоже во второй фазе цикла он вместе с b6 активно расходуется так что же следующая проблемка это проблема кожи которую мы видим на теле это белые истрии и белые и красные истрии но поговорим красный как правило связаны с гормональными дисбалансами и они возникают беременность а вот белые это кожная проблема она может нам говорить о том что у нас есть дефицит цинка витамина а витаминов е д витамина c потому что он участвует является кофактором построение коллагена магний кстати тоже вот эти вот все витамина минеральный дефицит является причин белых и и они у нас проявляются в период интенсивного роста в подростковом возрасте как правило а потом они когда появились достать менее такими белыми менее заметными но тем не менее вот если организм полностью закрыт по дефицитам то такой проблемы не возникает так что еще хотела папа 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 подростков мало того что подростки и дети это вообще отдельная категория граждан так скажем которые всегда являются в дефиците но во первых потому что они плохо питаются очень у маленьких детей проблема их накормить а я это не ем это не буду дайте мне котлет и котлет я не буду есть у подростков всякий джанк идет вход они тоже нормальную ду особо не едят да то есть у них возникает дефицит из-за питания но всунуть им там какие-то витамины минералы тоже не представляется возможным и у подростков виду гормональных изменений гормональных вот этих вот колебаний происходит скажем не то что подавление функции желчного пузыря на общем под действием гормонов моторика желчного пузыря очень сильно страдает желчь становится густая желчь становится плохого качества и это опять-таки отражается на том что витамины жирорастворимые а ей д они плохо усваиваются этому своих подростков тоже идите на узи желчного пузыря обязательно и про делайте мероприятие по прокачке желчным так что еще хотела вот важный нюанс важнейший по поводу цинка цинк для мальчиков критически важен вот просто это вот минерал номер один мальчиковом списке это чисто мужской минерал потому что если мы говорим о взрослых мужчинах то от наличия и достаточности цинка в организме зависит подвижность сперматозоидов это во первых да и если мы говорим о мальчиках то дефицит цинка вот в раннем возрасте в подростковом возрасте скажется на размере мужского достоинства когда мужчина вырастет поэтому насколько большой агрегат мужчины можно косвенно говорить о дефиците цинка в детском возрасте на самом деле я когда вижу мальчиков вегетарианцев давно вот просто общаясь с кем-то там вегетарианцы да я вот смотрю на этого мальчика думаю боже мой мне вот его реально жалко по всем параметрам потому что ну прям вот единицы из них принимают какие-то особенно цинк цинк я уже сказал содержится в красном мясе самый биодоступный самый лучший вариант цинка это красное мясо если вегетарианцы не принимают в добавках ну простите это как бы может быть маленькой большой проблемы окно и последний момент который у нас остался по коже это анегроидный оконтоз но те кто был у меня на марафонах те кто был на курсе и все уже знают что это в первую очередь и первый симптом инсулинорезистентности причем проявляется анегроидный оконтоз не только потемнением вот здесь картинка шеи да потемнением локтей коленей но и вплоть до костяшек пальцев потемнение когда вот это вот все ну то есть места сгибов темнеют это инсулинорезистентность и когда у нас есть состояние инсулинорезистентности но там вообще в принципе это уже как бы не есть хорошо для организма потому что в инсулинорезистентность несмотря на избыток так скажем питание питательных веществ человек инсулинорезистентный может насытиться постоянно голодным постоянно что-то Энергии вокруг него завались, но его клетка находится в состоянии дефицита. Каждая клетка плюс. Огромный дефицит возникает таких минералов, как хром, магний и витаминоподобное вещество инозитол. Потому что они очень сильно расходуются и к ним теряется. В общем, для того, чтобы улучшить восприимчивость клеток к инсулину, снижать инсулинорезистентность, мы должны этот дефицит, возникший в результате употребления излишнего количества углеводов, нивелировать, снижать и работать с ним. И сейчас давайте я итоговую табличку по коже даю вам. И у нас остались ногти. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь с лайками. Все ли окей? Как вам информация? Узнали что-то новенькое? Накидайте огонечков. Жду. Спасибо, ВК. Вижу ваши лайки. Инстаграм. Что-то кисло. Ну, 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 давайте, раскачивайтесь. Все. Здорово. Хорошо. Так. Едем дальше. Следующий у нас ногти. Ну, с ногтями тоже все очень интересно. Большинство из вас, конечно же, знают о том, что проблема слабые, хрупкие ногти, ломкие. Да, это дефицит кальция. Думают многие, что мне не хватает кальция. Не всегда, вот смотрите, не всегда кальция у нас стоит на первом месте. Почему? Потому что, опять-таки, первопричина, почему кальция не хватает. Я пью там тонну всяких добавок с кальцием, но ничего не помогает, ничего не работает, потому что состояние гипоацидности кальция у нас распаковывается в кислой среде желудка. Когда кислоты не хватает, кальция, соответственно, сколько бы вы его ни пили, не будет он у вас усваиваться и идти куда нужно. Нехватка белка, потому что ногти, как и волосы, это белковая структура, и они очень сильно зависят от того, сколько вы… и датируются по факту, по остаточному принципу. То есть, если белка и так мало, он в первую очередь нам нужен на поддержание жизненно важных функций, обновление клеток, внутренних органов, залечивание повреждений и так далее, то, ну простите меня, ваши красивые волосы, пышная шевелюра, но это как бы уже где-то там на сотом месте по важности. Вот, и также железо очень важно, да, потому что без железа у нас, опять-таки, не строятся белковые структуры. Йод здесь и избыток амина А, то есть я вам уже сказала о том, что как нехватка, так и избыток каких-то веществ в нашем организме тоже, говорят нам, имеются последствия. И вот слишком ломкие ногти, в том числе избыток витамина А, может быть. Так, ложкообразные ногти, вот они мои, мои вернее, а то, что тогда выхватило, сейчас я их найду. Вот, ложкообразные ногти, опять, на первом месте смотрим, да, это дефицит железа и белка, нехватка белка, а именно содержащих, серо-содержащих аминокислот, это цистеина и метианина. Это тех самых аминокислот, которые содержатся в красном мясе. Когда у нас есть гипоацидность, плохая работа желудочного сока, то мы и белок не расщепляем дефицитный по аминокислотам, и железо у нас тоже не работает правильно. Ну и, соответственно, вот B12 у нас тоже, он зависит от кислоты. Ну, сами понимаете, вот у детей, у маленьких деток очень часто бывает такая история на нижней картинке, это как раз-таки ногти младенчиков, да, вот вы можете увидеть, у них прямо, они вот как бы как треугольничком так загнуты вниз, и как только начинаешь вводить какой-то мясной прикуром больше белковых продуктов, то проблема выравнивается. И где-то уже примерно к двум там годам, да, когда ребёнок начинает, ну, есть практически всё, мы уже у него видим, что ноготки, они выравниваются. Так, у меня тут изменилось освещение, и я прям вижу, как я стала другого цвета. Сейчас попробуем включить свет, посмотрим, что у нас изменится. Особо ничего не изменилось, но в Инстаграме вроде всё хорошо. Так, ну что ж, едем дальше. И следующий слайд у нас, это отсутствие лунок. Вот это важнейший, важнейший маркер дефицита железа, дефицита витамина В12, это вот прямо два железа плюс В12, вот можно к бабушке там, вернее, не то, что к бабушке, на анализы не ходить, посмотреть достаточно на ногти, и если нет лунок, значит, вы дефицитны по вот этим двум моментам. Плюс, да, это косвенный маркер анемии, немножечко биотина, потому что, ну, на самом деле, это не совсем яркий пример, но вот В12 и ферритин, то есть железо, ферру, это то, что вы должны поступать, вот должны получать. Если мы говорим об анемии, вот такие ногти, у которых нет лунок, вы на них вдавливаете, то цвет, ноготь становится белый, такой белый, да, и цвет очень плохо возвращается. О чём это говорит? Это плохое кровоснабжение в результате дефицита железа. То есть по ногтям мы достоверно в том числе можем определить анемию. Внимательно-внимательно посмотрите на свои ногти. У многих, я знаю, понимаю, там гель-лаки, да, это, конечно, затрудняет диагностику. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что крайне вредно гель-лаки, это крайне вредно для здоровья, это повышает риск меланомы ногтя, но такая вот история не очень приятная. Поэтому старайтесь, конечно, да, удобно, да, согласна, всегда плюнул, протёр и пошёл, но здоровье, я считаю, намного важнее, вот в этом случае намного важнее, чем красота. Так, что ломкость, да, мы с вами обсудили. Следующий момент – это рваная кутикула. Ну, не стала я, потому что картинки какие-то были совсем страшные-страшные, но многие знают, что это такая, какая неприятная штука, рваная кутикула, задирающаяся, это дефицит витамина Е, жирорастворимого, витамина Д в том числе, да, и насыщенных жирных кислот. И это в результате у нас развивается, того, что желчный пузырь работает плохо. Поэтому работаем здесь с желчным. Вот, следующий уже пока появился, я не успеваю, пальцев не хватает. Важный, важнейший, да, вот еще по этому диагностическому симптому мы можем заподозрить дефицит цинка. Это хаотичные белые пятна на ногтях. У детей очень часто, у подростков очень часто такое бывает. Такое случается после болезни, после вирусных каких-то нагрузок, потому что у нас, когда идет активная борьба иммунитета, у нас цинка очень много. Я в посте говорила о том, что иммунитет – это в первую очередь витамин Д плюс цинк, да, а все остальное уже, ну, как бы там, витамин С где-то там на третьем месте. Вот после вирусов, после болезней, в результате нехватки цинка вдруг высыпают вот эти вот белые полоски на ногтях. Если они у вас постоянно непроходящие, это говорит о том, что его в принципе нет, то есть он в дефиците, вы либо недоедаете белка, либо у вас еще в том числе есть гипооцидность. Следующий момент – это линия мюрки. Ну, такие вот, сейчас у нас будет три слайдика, не очень часто встречающиеся, но для кого-то они могут быть очень актуальны, да. Почему? Потому что вот эти вот параллельные белые полоски, которые не исчезают по мере роста ногтей, но становятся бледнее при надавливании, вот они называются линией мюрки. Это опять-таки критический дефицит белка, цинка, селена и не специфический, но очень яркий признак накопления или отравления мышьяком. Я понимаю, что сейчас у нас как бы мышьяком там, ну, ушли те времена, когда использовали там мышьяк в качестве яда, но тем не менее, мало ли, может быть, где-то вы по работе, не знаю, может, вы на каком-то химическом производстве работаете, и может быть, у вас вот накоплен мышьяк. Об этом решила включить, чтобы у всех было понимание. Следующее – это линии мюрки. Они не такие, как линии мюрки. Так, у кого у нас надо переключить? Я тоже там немножко подвисла. Так, вот, линии мюрки. Что с ними происходит? Они двигаются, то есть ноготь растет, они срастают, но в отличие от линии мюрки, они не исчезают при надавливании. И это указывает нам на очень сильную токсическую нагрузку тяжелыми металлами, мышьяк талии в том числе. Вот имейте это, пожалуйста, в виду. Я просто хочу сказать, что многие думают, что тема тяжелых металлов, накопления тяжелых металлов, отравления тяжелыми металлами, она какая-то такая далекая. Я там не бью градусники каждый день, но тем не менее, это рядом, это очень близко. И когда в эту тему погружаешься, это прям такой глобальный взрыв мозга случается. Так, по ногтям. А, мы еще по ногтям не закончили. У нас последний, да, вот такие вот будут бугристые. Я про тяжелые металлы, потому что мы дышим выхлопными газами. У нас огромное количество токсинов вокруг нас, которые усугубляют, ну, которые накапливаются и усугубляют течение наших дефицитных состояний. Почему? Потому что тяжелые металлы, они тоже металлы, да, допустим, вот и они минералы, как железо, как, допустим, медь, как полезный для нас кальций. И вот тяжелые металлы, когда мы имеем с ними проблему накопления, то они занимают транспортные пути, по которым двигаются в нашем организме хорошие минералы. И в соответствии этого у нас усугубляется проблема дефицита хороших минералов того же железа, того же кальция, меди и так далее. Поэтому имейте это в виду тоже, не сбрасывайте со счетов. И вот в канале, в телеграм-канале, и в инстаграм, и в ВК я писала о том, что витамин С нужны обязательно, большие дозы тем людям, кто с токсической нагрузкой очень тесно связан. Это те, кто работают с лаками и красками, включая бьюти-сферу, да, те, кто работает в дизайне интерьеров, там лакокрасочные стены, там если вы работаете, какие-то вот нефтеперерабатывающие, это все связано с токсической нагрузкой. Так, ну и последнее, вертикальные бугристые полосы по ногтям, вдоль ногтя вот так вот они идут, да, такие неровненькие ногти, неопрятно выгодят. Иногда кажется, что это грибок, но это как бы не грибок, потому что нет, допустим, характерного отслаивания, нет характерной желтизны. Это говорит нам о нехватке железа, белка и витаминов группы В. Вот, то есть видите, да, что по признакам, по всем мы можем, собрав воедино, в целом у вас будут вот такие вот три таблички, собрав их вместе, вы можете увидеть у себя наибольшее совпадение ваших симптомов и выявить те дефициты, с которыми вы, ну, к сожалению, вынуждены сейчас жить. Вот я сейчас больше, чем уверена, что пока я говорила, да, вы, сейчас прекращу публикацию, сидели, наверное, и разгадывали ногти, это очень-очень полезное занятие, так вот, кто этого не сделал, даю вам домашнее задание, если у вас есть лак на ногтях, да, вы можете его просто стереть, изучить внимательно свои ногти, а также посмотреть на ногти своих мужей, детей, ну, там, и кто вам любезно их предоставит для рассмотрения, и тоже у них продиагностировать какие-то моменты. Потом в сторис и в рассылке спрошу, что вы у себя нашли. Так, ну что, основную контентную часть мы с вами завершили, да, 54 минуты, я прям старалась так компактненько уложиться в час. Что я хотела сказать, что, конечно, можно бесконечно, бесконечно говорить о всевозможных проблемах, да, и диагностику можно продолжать, и делать и по губам, там, и по языку, и по запаху. Тело, на самом деле, это вообще прекрасный подсказчик, но только мы не всегда умеем расшифровывать то, что оно нам говорит, вернее так, мы не то, что не умеем, мы разучились, потому что традиционная медицина, вот та самая лопатическая медицина, она отвергает всю симптоматику, она, ну, работает немножечко по другому принципу, да, очень далеко ушла от холистического подхода, от традиционной, там, китайской медицины, вот, поэтому надо учиться, учиться видеть сигналы и слышать симптомы. И я что еще хочу сказать, знаешь, что вот мне очень часто в личку пишут, когда я рассказываю о питании, да, о вреде, там, углеводов, избытка углеводов и так далее, мне пишут, вот все это чушь, вот наши мамы и бабушки там ели, всю жизнь жили, да, ели что давали, варенье варили, медом закусывали, там булки пекли и ничего. Но, знаете, на самом деле, я хочу сказать, чая сейчас старшего поколения, вот моей маме 69 лет скоро будет, я уже запуталась, но тем не менее, так вот, мне на самом деле жаль, и смотрю на бабушку на свои 95 лет было, на прошлой неделе, да, да, несмотря на такой возраст, дожив до такого возраста, о здоровье там говорить, ну, совершенно не приходится, потому что у них на самом деле огромное количество дефицитов, и у них не было той информации, которая есть сейчас у нас, да, и таких возможностей исправить эту ситуацию со своим здоровьем в те времена, когда, ну, так скажем, не было так много упущенного времени. И вот, если честно, в моем понимании, вот эти все рассуждения про наши мамы, бабушки, да, вот именно это чушь, то есть вот этот аргумент, это такой несущественный, потому что не вижу я сейчас вокруг здоровых людей взрослого поколения, к сожалению. И наши мамы, бабушки, я говорю, что глубоко дефицитные люди, увы. Самое ужасное в этой ситуации в том, что они, ну, то есть, что мы с каждым новым поколением, мы накапливая дефициты, передаем эти дефициты своим детям. Наши мамы, да, допустим, это вот после, ну, в большей части моя аудитория, моего возраста, там, 40-45 лет, больше, больше процентное соотношение. Так вот, мамы, да, наши, это послевоенные, ну, рожденные после войны, сразу после войны или там чуть-чуть попозже после войны. То есть, что такое военное время? Это время острых-острых дефицитов. То есть, наши бабушки, находясь в дефиците, уже рожали, дефицитных детей, наши мамы, не принимая, они там были совершенно другими задачами, озадачены и не занимались своим здоровьем, поэтому, ребят, осталось у нас две минуты в Инстаграм. В общем, я хочу сказать, что я сейчас в Инстаграм перезайду, в ВК мы продолжим. Очень важный, у нас еще есть один тест, так что давайте не отключайтесь, чтобы эфир сохранился. мы так сделаем. А ВК подождите немножечко. Сейчас я все сделаю, потому что важное второе домашнее задание у нас будет. ждем, ждем, ждем и держим пальчики, чтобы там все сохранилось. Спасибо вам за ваши лайки. Все, готово. Отлично. и я завожу новый эфир. Сейчас мы так сделаем. Ой-ой. Сейчас, секундочку. Что это такое? Вот я так давно не работала в Инстаграм, что вообще все, прямой эфир, что вообще потеряла все навыки. Все, подключил славу, ура. Говорю о том, что не было меня давно в Инстаграм и потеряла навык, как это все происходит. Так вот, что важно, да, важно и правильное чистое питание, то есть без избытка углеводов, без избытка веществ, которые ухудшат наше состояние. Опять-таки, вот мы, если говорим о магнии, о дефиците магния, то избыток углеводов усиливает, усугубляет эфир магния, который мы и так не получаем все нужное нам по магнию из питания. Вот. А еще употребляя плюшки, сладости и все прочее, мы этот дефицит магния еще сильнее усугубляем. Поэтому чистое питание это как бы основа, это фундамент. Потом у нас идет следующий кирпичик, очень важный, это идеальное пищеварение, хорошее, чтобы мы могли все усваивать из еды. Потому что на самом деле похвастаться нормальной кислотностью с здоровым и здоровым кислотником могут единицы, единицы. И вот мы подошли сейчас к самому важному, к домашнему заданию номер два. Первое, напомню, было рассмотреть ваши ногти и дать мне потом обратную связь. И второе, значит, диагностика, домашняя диагностика сниженной кислотности желудочного сока. такой самый простой вариант это с помощью содового теста. Что нам нужно сделать? Это сода свежая, важно, сода должна быть свежая, только купленная. Вода должна быть не горячая, комнатной температуры, стакан воды, пол чайной ложки соды, размешиваем, не гашеная, ни в коем случае не гашеная, обычная свежая сода, размешиваем, выпиваем и прям секундомером засекаем время, в течение которого у вас начнется состояние отрыжки, то есть отхождение газов. В идеале считается, что если значит, в первые 90 секунд все замечательно с кислотностью, пищеварением, ну то есть по крайней мере кислоты в желудке достаточно, от 90 до 2 минут вот уже ну как бы я бы, причем чем больше к 2 минутам, тем меньше кислоты, тем больше гипооцидность и если отрыжки не будет дольше, чем 2 минуты, да, вообще никакой, ничего не происходит, это говорит о том, что практически пищеварение отсутствует, то есть кислоты настолько мало, что не переваривается белок вообще у вас просто проходит транзитом, вот, поэтому запомните, что в норме появление отрыжки до 2 минут, прям вот, это, ну можно считать таким эталоном, ну и что ж, то есть я сказала, что чистое питание это у нас фундамент, хорошее пищеварение, это вот следующий кирпичик и то, чего нам не хватает из пищи, то, чего нам не хватает и мы не усваиваем по каким-то причинам, потому что, допустим, в теме витаминов группы В очень много нюансов, в том плане, что очень много генетических мутаций, когда люди испытывают либо повышенную, вот я вам рассказывала про раннюю накопление вот этого перекиси водорода, да, когда ген сломан и не происходит нормального вот этого цикла, вот, поэтому мы должны тогда третьим моментом датировать то, чего нам не хватает, чтобы состояние здоровья пришло в равновесие. Я просто что еще хотела сказать, что многие к теме витаминов относятся, ну, как бы так, вспомнила, выпила, да, не вспомнила, но обойдусь как-то так, но, чтобы вы вот просто знали, применение для организма имеет 15 витаминов, то есть незаменимых, самых важных, и около 30 макро и микроэлементов, которые мы должны получать ежедневно. Можете себе это представить? Почему принципиально? Потому что вот эти витамины и минералы, они у нас входят в состав ферментов, ферментных систем, и я сегодня вот рассказывала, там, цинк, зависимый фермент, магниезависимый фермент, говорил о том, что на утилизацию сладости, глюкозы расходуется очень много магния, вот как раз-таки магниезависимый процесс, это утилизация углеводов, и они, а мы магния не синтезируем, мы должны получать вне, из продуктов мы его не наберем, поэтому мы должны восполнять свои дефициты. Витамины и минералы, они у нас помощники во всех реакциях, компаньоны для работы ферментов, для передачи импульсов, у нас без того же магния, селена, йода и других веществ, которые в том числе образуются из этих веществ, не происходит детоксикация в печени. Кто на кето переходил хоть раз и столкнулся с симптомами кетогриппа, что такое кетогрипп, это просто банально дефицит минералов, электролитов, самых простых калий, натрий и магний. Это малоприятное состояние, у тебя состояние ломоты, голова болит, ноги не идут, сил нет, тоска, апатия. И как только вы начинаете при переходе на кетопитание принимать, восполнять минералы, электролиты, ваше состояние нормализуется. Представляете, что происходит с вашим организмом, многие привыкли жить в таком, не знаю, каком-то полулитургическом сне, когда вроде как бы и живу, а вроде и не живу. И это все в результате дефицитов. Что я еще хочу сказать, что агрессивное сельское хозяйство, промышленно выращенные овощи, фрукты, они сейчас, к сожалению, нам не позволяют получать нужное из пищи. Я когда искала информацию о содержании в растениях, по данным нашей Российской Академии сельскохозяйственных наук, данные на 2012 год, то есть свежих данных я, к сожалению, не нашла, но 10 лет назад было исследование и выяснили, что содержание витаминов в продуктах питания не превышает 6%. То есть тех, которые выращивают на поток. Я не говорю про, допустим, огородное какое-то дачное хозяйство, но не у всех оно у нас есть, и мы не можем обеспечить себя, вырастив на приусадебном участке на круглый год всеми вот этими овощами, фруктами и ягодами, и чтобы они еще и долежали и сохранили свои витамины до следующего года. Поэтому если вот этот дефицит в веществах в продуктах питания накладывается еще дефицит стресс, перманентные загрязнения воздуха, мы полируем это все сладеньким сахарным, увы, для нашего организма шансов не остается. Поэтому я просто пытаюсь до вас донести, достучаться, что тема витаминов она действительно важна, и она очень-очень отражается нехватка существенно на состоянии нашего самочувствия и здоровья. И вот сейчас многие, послушав меня, я просто больше чем уверена, потому что постоянно с этим сталкиваюсь и обратку такую прилетает мне обратка, что и что теперь я буду пить все горстями, все подряд, все банки скупать, там никаких денег не хватит, я в этом ничего не понимаю, вот эти все вопросы мы будем с вами рассматривать завтра и в течение следующей недели, так что следите за группой, а я с вами прощаюсь на этой веселой, так скажем, ноте, думаю, что мы с вами достаточно хорошо поработали и очень многого полезного оставайтесь на связи, вот Мария пишет, у дочки нет лунок на ногтях, я вам скажу, у себя лунки недавно обнаружила, вот реально, когда я эту тему стала изучать, ну, наверное, года как два у меня появились лунки на мизинцах, то есть лунки должны быть на всех ногтях, всех, от большого до мизинца и еще желательно, чтобы это еще было на ногах тоже, так вот на ногтях у меня на мизинце, на руках появились не так давно, все остальные ну, понимаем, да, что были мы очень сильно дефицитные, ну, что ж, все, со всеми прощаюсь, всем пока-пока, очень нравится мне картинка в инстаграм, почему-то синяя пока. Пока.